Об автоподжогах в городе невест должны знать в столице, уверен Ивановец Андрей Пожидаев. Мужчина на глобальной интернет-платформе Change.org создал петицию и попросил помощи у московских следователей и полицейских. Он считает, что местные правоохранители со своей работой не справляются и случаи автоподжогов должным образом не расследуют. Сам Андрей становился жертвой бездействия полицейских. В ЧП, случившемся с его машиной, люди в погонах не нашли ни виновных, ни состава преступления. Ситуация была абсолютно спокойная. Человек ехал с командировки с Москвы, употребил наркосодержащее вещество, спайс, получил дозу галлюцинаций. Проходя мимо автомашины, решил, что в багажнике машины кричит его девушка. Начал ее раскуречивать имеющимися под руками предметами. Через неделю пришло оповещение, что нет состава преступления. И, возможно, есть сговор у меня с этим человеком, чтобы получить страховку или что-либо. И ущерб является несущественным для меня. В возбуждении уголовного дела было отказано. Машины в Ивановье области действительно горят часто. В 2017 году зарегистрировано 156 случаев. Больше, чем половина – это поджоги. В целях своевременной фиксации следов преступления сотрудниками полиции совместно с Главным управлением МЧС России и Ивановской области создана и работает межведомственная следственная оперативная группа, которая направлена на извлечение своевременных преступников, взятие следов с места пожаров и принятие процессуальных решений. В настоящее время многие передомовые территории и иные территории объектов оснащаются системой видеонаблюдения, что помогает своевременно зафиксировать тех или иных преступников. Такие преступления расследовать очень сложно, отмечают полицейские. Как правило, поджоги носят ситуативный характер. Совершаются в темное время суток. По статистике, чаще всего с часу до трех ночи. Свидетелей, ровно как и камер видеонаблюдения во дворах жилых домов, не найти. Кроме того, потерпевшие, бывает, неохотно контактируют с сотрудниками полиции, иногда даже скрывают правду о возможных мотивах совершения преступления и лицах, которые могли бы быть причастны к происшествию. Среди подобных мотивов это месть, задолженность, личная неприязнь или даже спор за парковочное место. Во дворах машины стоят близко друг к другу, поэтому, если загорелась одна, зачастую страдают и соседние машины. Спасти от огня технику почти невозможно. Транспорт выгорает полностью еще до приезда пожарных расчетов. В минувшем году полицейские зафиксировали поджоги из хулиганских побуждений. Так, полицейскими были задержаны двое молодых людей в состоянии опьянения, которые беспричинно сожгли сразу два автомобиля в областном центре. Причиной умышленного уничтожения имущества становятся и страховые мошенничества. Кроме того, поскольку автомобиль в короткое время выгорает полностью, а с ним и вещественные доказательства, таким способом сокрытия следов преступления пользуются и те, кто специализируется на кражах из авто. Никакие трудности расследования обывателей не интересуют. Им важен результат, уверен Андрей. Повторение своей ситуации мужчина не желает даже врагу, поэтому и написал петицию. У нас не хватает компетентных людей в органах. То есть люди сидят на месте и не знают, что им делать. То есть они не знают, как поймать преступника. То есть если преступник не бомж, не алкоголик, если он не заснул на трупе, его не ловят. Потому что никто не может предугадать, что с ним сделать. Он уверен, если адресат министр внутренних дел Владимир Колокольцев отреагирует и в город выйдет команда профессиональных следователей из Москвы, огненную статистику удастся переломить. Возможно, в Иванове орудует банда пироманов. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.